Спасибо. 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 Это способ человеку выжить на передорове. Теоретка, которую посвящается песням. Блюз без нас. Дымит забитый караван, Ствол остывает перегретый. Лежит вокруг страна Афган, Который, блин, сплошное лето. А за хормом гудит броня, Забрать на базу результаты. И так все славно у меня, И целый все мои ребята. Вот история в общем не сложная, Есть идея и есть результат. В жизни нет ничего невозможного, Если правильно все просчитать. В жизни нет ничего невозможного, Если правильно все просчитать. Сюжет был грустным у кино, Смотреть не хочется, но надо, В зеленке возле видено. Колонна наша и засада Афганда, блин, наоборот, Их пули на моем ментале Да спас дороги поворот Результатом мы не стали Вот история тоже несложная Их идея да мой результат Пусть у них будет крусть невозможная Что сумели не все просчитать Пусть у них будет крусть невозможная Что сумели не все просчитать На стойке офисов пыли Играет солнце отражение И вентилятор шевелит Бумажки, лопастей и движения Я покурю и помолчу И жизнь идет, и я не старый И память снова подлечу А результат у Кандагара Где история вышла несложная Их идея, и был результат Жаль, что милая жизнь невозможная Невозможно в ней все просчитать Жаль, что милая жизнь слишком сложная Слишком сложно в ней все просчитать Дымится битый караван Сюжет был грустный, мутенок А стойки офисов были Спасибо Не очень громко Нормально Дорогие друзья, я как классический военный Имею набор классических военных качеств Поэтому я сейчас прошу перед третьей письмой Давайте у кого есть налейте, налейте пожалуйста Давайте встанем и помянем Две секунды наших правших боевых товарищей Наших родителей, которые ушли от нас 70 лет назад в Беликой Отечественной войне Все, кто погиб, воины России Погибшие за нашу страну Внимание, давайте друзья Третий тост Молча, стоя, не чокались Те, кто не пьет, просто помолчай 5 секунд Это касается официанток тоже Прошу прощейку Спасибо Спасибо, садитесь, пожалуйста На этой картинке Третий слева, Василий Денисов Гош, один из лучших снайперов Спецназа ФСБ КГБ России, который воевал в Афгане В длительное время Я эту песню посвящаю ему светлой памяти Он был тоже Писал, тоже был замечательный человек И спасибо вам за то, что встали и помолчали Так получилось, что я чуть не опоздал Потому что один мой родственник очень тяжело болен Его отказывается брать в больницу Потому что вылезать ему уже нечего Вот, ну знаете, нам с вами легко Потому что рано или поздно настоящий военный понимает, что мы там все будем когда-нибудь И хорошие, и плохие, и бедные, и богатые И плохие, и веселые, и грустные Вот, самое главное, очень хорошие слова есть Сделай, что можешь, и будь, что будет Когда мы вернемся с войны Красивые и молодые Когда мы вернемся с войны Когда мы вернемся с войны Нас встретят хрипами на блюде Нам громкие скажут слова Как правильны мы и нужны Мы были надеждой страны Останем нормальные люди Нам выпить бы и закусить Когда мы вернемся с войны Когда мы вернемся с войны Все девушки будут прекрасны Все женщины будут милы Доступны тихие и нежные Хлопаем Мы будем их вечно любить И черных, и белых, и красных И утром, и ночью, и днем Когда мы вернемся с войны А там, высоко над землей Над самой высокой уличкой Все хлопья, кому и куда повезло В раю или, может, и ладу Уйдя из разорванных тел Подившим наши братишки Внимательно и свысока Нас видят и слышат и ждут А мы похмелимся с утра На форме заштопаем дырки И снова суровый приказ За Родину бой поведем Но все же наступит пора Фуррождей там без козырки Однажды, когда-нибудь все Мы к ним непременно придем Когда мы вернемся с войны 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 Спасибо вам большое Я просто... Ребята, извините, что я вас мочу Мне просто очень все время Жалко слушателей, которые вынуждены сидеть И изображать внимание К этому бесноватому Чубаку Возле микрофона Который может прыгать, петь, плясать Рассказывать смешные анекдоты Вот Поэтому мне как бы вот Ну понимаете, да? Мне нравится, когда настоящее Вот мы все вместе это делаем То, что называется Нормальное настроение Нормальных людей Вот Следующая часть называется Посвящение нашим с вами родителям Точнее, дедушкам и бабушкам Вот мой дед 29 июля 41-го года Не стал сдаваться вместе с ротой Которой окружили немцы А просто продолжал по ним шмолить И своего стратегического пулемета Максим Вот Немцы на него истратили всего две мины противопехотные Воевали они очень хорошо, профессионально Вот А вся остальная рота сдалась И посидела в концлаге Освенцем до 44-го года Их освободили советские войска Они еще повоевали И вернулись в деревню Вот И понимаете Чем больше мы историю изучаем Тем больше понимаем Что мы ее не знаем Вот история Великой Отечественной войны Например 5,5 миллионов бойцов Командиров Красной Армии Было На западных округах А через 4 месяца после начала 3,5 было в плену А 1,5 миллиона Было убито и ранено И все миллионы снарядов И все миллиарды патронов И пулеметы И автоматы Досталось все нашим врагам Вот И настоящий перелом На самом деле в войне Я согласен Я тут недавно Одну минутную книжку Прочитал Что на самом деле Перелом в войне Был не под Курском И не в Сталинграде А под Москвой Когда немцы Не смогли сделать то Что хотели В нужный срок У них ведь тоже было Мало порядок У них тоже было Мало подробов У них тоже было Мало бензина Вот Ну просто они Как Наполеон Полиция Сами не зная куда И получили И великое чудо Которое случилось Под Москвой Я разговаривал с Маршалом Язовым Который был Министром обороны Советского Союза Вы помните Я спросил Дмитрий Михайлович Сколько было ехать От Красной площади До передовой Он говорит Час двадцать Я говорю На тех машинах По тем дорогам Он говорит Да Час двадцать На тех машинах По тем дорогам Поэтому Песня посвящается Московскому Уполчению С 41-го года Которое ушло После всех Наших Мобилизованных После тех Кого Отбывали Одевали В Москве Осталось Очень мало Людей В Москве В Москве Жило Четыре миллиона Человек Восемьсот Тысяч Ушло Уполчение Каждый Пятый Москвич Вы знаете Что москвичи Не любят Но цифру Прямо На вещи Под листопадом Перешепот Палевый Под осенью Волшебной Торжества Уходит На войну Москва Цветаевой Уходит Пастернакова Москва И лепины И дубики Леровские Торжественный И неумилый Строи И затихают Улицы Московские Наполнив Ожидание Воздух Свой Уходят И строги И опоясаны Веселые Смешные Чудаки И затихают Тополи И ясени И двери И травмайные Звонки Уходят Неуемные И скромные Все Получившись Звание Салтат Ведь сказано Вставай Страна Огромная Садовая Причистенка Арбат Уходят Не за Званием Не за Славою А потому Что стало Нелегко Уходит Огронович Сокучавою Ломшенкин Долмартовский Михалков И мёрзлая земля, взрывов мятая, Примет к творчеству ей их пути. Идут, но всё же в мае 45-го Берлину в ополчине пойти. АПЛОДИСМЕНТЫ «Ночной поиск» называется «Песня». Я решил не путать термины. Батальонная разведка, она у нас одна. Та песня, которую написал Игорь Николаевич, эта песня называется «Ночной поиск». Посвящаются событиям, когда наши начали наступление, когда, вы знаете, идёт батальон, впереди разведка. Что там за спереди? Впереди мины, колючая проволока, засады, пушки. Никто не знает. Разведка идёт вперёд и отвечает за всё, что происходит дальше. Но вот разрывы за спиной, и чёрный лес стоит в сену, и кто-то недалёк и чаще воет, и никого уж рядом нет со мной. И ветер гнёт деревьям до земли, а на реке так турак лёд. Подорван мост, потерян брод, а впереди засада ждёт и мины. И только три патрона в магазине, но сам себе шепнёшь, ну что ж, пошли. А позади и более ад. Ребята там в снегу лежат, и выкрашен закат в крови, как пламя. И хоть перепинтован облаками, но время есть лишь, что взвести затвор. В чужом плече дрожит приклад мой рваный ангел на скалат. Он мой Иисус и Магомет мой тоже. И на снегу один он-то поможет, коль пулемёт засады прокурор. А в общем случае на войне нередки. Внимание, чтоб такое заслужить. Передний край нащупала разведка, а где конкретно надо доложить. И мимо шороха в чужих ползти, до утра нажить. И будешь мастер в спину кашлять часто. А после на нейтралке просто счастье, когда услышишь тенор дехтериал. И упал, распахивая снег, ползти, и часы годы век. А над тобой утра стер и салютом. И в свою губу пасть согнувшись круто. А уж потом сознание потерять. Узнав, что в этом сущность бытия. А в общем случае на войне нередки. Внимание, чтоб такое заслужить. Передний край нащупала разведка. А где конкретно надо доложить. А где конкретно надо доложить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще одна тема, любимая тема. Если вы не были ни разу, я вам очень завидую. Потому что вы получите большое удовольствие от посещения этого места. Который называется Музей принятанковооружения и техники в Купенке. 64-й километра Минского шоссе. 386 машин там находится. Самый большой музей в мире. Сейчас принято решение в объединении всех музеев танков в одно сообщество. И главный музей, американцы с немцами, назначили наш музей в Купенке. Можно бесконечно рассказывать про наши танки. Но я немножко скажу, потому что без этого не получится. Без этого будет неинтересно и невкусно. Лучший в мире танк 3476, который сделал товарищ Кошкин. Вы знаете. У него система воздухочистки работала так, что через 150 километров танк надо было выбрасывать. Потому что у него выходила из строя пушневая группа. Задевалась масло-пылевой смесью. Значит, радиостанция через 50 километров выходила из строя. Она была сделана на лампах. Лампы отрезки выскакивали. Поэтому связи в танке не было. Поэтому радиста звали туристами. Он помогал механику-водителю переключать передачи. Три вперед, одна назад. Усилие на рычаге танка 3476. Сколько было? А не, а с 345-го могло. 45 килограммов. 45 килограммов, ребята. А на танке ИС-2 130 килограммов. У меня на одном концерте сидел маленький дедушка. Который в конце я подошел. Он говорит, а вы воевали? Он говорит, да, я воевал. А кем вы были? Я говорит, воевал механиком-комодителем танка ИС-2. ИС-2. А сколько было в рычаге усилия? Он говорит, вот, 120 килограммов. А сколько вы весили тогда? Он говорит, 50 килограммов. Вот такая. Ну да. И вот. Да. Пантера пробивала в группе 3476, расстояние 2 километра. Ира пробивала в лоб насквозь любого расстояния, потому что там ничего не задерживало. Снаряд проходил по оси, выходил через двигатель, разрывавший там сзади. Ну, люди знали это, люди шли в атаку, побеждали. Вот у меня, у американцев был танк такой, у меня, англичан прошу прощения, танк Матильда, который они танком и считали, у него была 57-минтровая пушка, такие кусеницы, которые просказывали на льду. Но наши все равно воевали, побеждали на этих танков. И песня называется «Танковая...» Нет, там такое, видите, «Перед боем» песня называется. А пушка леса, воевали наши бригадами, в каждой бригаде было 45-50 машин. Пока в бригаде был хоть один танк, число, что бригада есть, мы ставили боевые задачи, они эти задачи выполняли. «Перед боем». Броня, кайка, и танки словно ветром, и старшина нанил нам от души, да немец бьет нас в лоб с двух километров, а нам его лишь матом в лоб прошить. И новой краской с зеленею танки комбат-аборт за Сталина несет. Вот только жаль от вражеской балмонки, нас никакая надпись не спасет. Вы взглядом нас, ребята, проводите, чтоб рычаги дамил на все на сто. Небритый черт, механик наш, водитель, наш Бог-Отец, наш сын и Дух Святой, и чтоб наводчик дьяволу по глазу вертел быстрей свои маховики и по машинам вражеским не мазал всем героизмом нашим вопреки. Из атаки выйти незадетым, а немца, коль не задрожит рука, коль попадет, так, чтобы рикошетом, а коль пробьет, так, сразу, чтоб в БК. Ну вот и все за грохотами тратим, и лесок край окутался огнем, а тот, кто будет жив после атаки, пусть остальных из кружки поменет. Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны. В строю стоят немецоветские танкисты своей отчизны. Верные сыны, верные сыны, верные сыны. Красная ракета, и до пола гроз, мы не видим света, свет не видит нас, в трюплексах летает небо и стерня, ну давай, родная, вывози меня, а в прицеле скачет прямо над стволом, ближняя задача, роща за стеном, нам проехать шутка, только в промежутке, на броне кресты. Кто во второй, кто первый, все не для меня, пистолет пантеры, выдержи броня, пусть поможет либо дьявол, либо бог, чтоб под их калибры, не подстоит, бог несет нам в лица ветер встречный. Калибры вражеских стволов, мы будем жить легко и вечно, нам только в это взят село. Из-за ближней хаты чей-то длинный ствол, ну давай, ребята, закаси его, все равно какой нет, а в прицеле зверь, выстрел бронебойный, разберет теперь хруст немецкой пушки треснувших костей, цифру на вертушке счетчих скоростей, ты давай, зараза, в рычаги играй, только ногу с газа, Брат неубиваемое удаление, пора Сталин, а скорость ноты разберет, и 30 тонн уральской стали летит вперед, летит вперед. Трассовский ряд, огненный клубок, вот кому-то рядом залепили в бок, полыхнула разом, вынесся свеча, мы за вас, ребята, уваливаем сейчас. Тишина запела, звонали в ушах, но еще летела на броне душа. На небе гуаши, господа купи, вся бригада наша, пять машин теперь, А когда затихли взрывы и стрельба, и горела тихо ближняя изба, А над черной сушью выжженной травой, тихо плыви души, мертвых людей, а в облаках цветут гуаши, А над рекой полоска ржи, и это поле снова в наше, И мы с тобой смогли дожить. И это поле снова в наше, и мы с тобой смогли дожить. О чем думает человек после танкового боя? Да я думаю, что не о чем он не думает, он стоит просто, колет своей самоклопкой, Смотрит, как поднимается дым к небу, и слышит, как сзади лопается краска На горящих машинах его боевых товарищей, С которым 15 минут назад он начинал эту атаку. Вот и все. Остывают стволы, и намочек глотает из фляжки, Между драками лянет полы. Мы с тобой родились рубашки, и во рту шелестящая медь Обещает, мы живы с тобой, там кому-то пробуем гореть. После этого встречного боя. Ах, как сладый горящий табак Людям, выжившим в танковом тире, Это общая наша судьба. Под названием Т-34 Этот крохот, стоящий в ушах И на очи, как пороха селый Это общая наша душа, Что насквозь пробивает пантера. Траектория трахов пройдет В неизвестность пожизненной глади, А прославленный танковый взвод Догорает на клевере сзади. Мы стоим на пушке вдвоем, В люк вливается небо гуаши. Это поле с кострами на нем Наши все-таки, все-таки наши Мы в измятую кружку нальем, Мы помянем танкистов, пылавших. Это поле с кострами на нем Наши все-таки, все-таки наши Любимая песня, я дико извиняюсь, Поскольку здесь присутствуют женщины, А те не очень много. А те не взяли, молодцы. В 2002 году из болота под Псковом Вытащили танк Т-34-76. Я говорил про то, что его пробивает пантера. Т-34-85 пошел только с мая 44-го года. И вот эти песни, которые я сейчас пел, Это посвящение Пропровской битве, Когда вы помните. 5-я гвардейская танковая армия, Павел Сальченко, Рокмистров. В 5.45 утра, 386 машин, Пошла одна немца на две дивизии. И за 5 часов боя потеряла 330 машин. Танки, которые были на вооружении 5-й гвардейской танковой армии, Это были Т-34-76 и Т-70. В которой была 45-миллиметровая пушка И 20-миллиметровая броня. Вот такая война. Но немцы остановились и пошли назад. Война началась в Бресте, Законченной в Берлине. Видимо, каждый воевал по-своему, Так же, как и везде, В каждом деле. Каждый делает это дело по-своему. Вот. И в болоте под Псковом Вытащили Т-34-76, Который был сделан в городе Сталинграде В 42-м году. Он был сделан из героизма, Потому что резины не было, Цветных металлов не было, Стекло было плохое, желтого цвета. И вот его вытащили, Выгребли из него ил. Мне посчастливилось с ним посидеть, Как раз, когда его еще не покрасили. Но уже в него можно было залезть. Очень тесная башня. Такой вот вверх у нее. Здесь накатник здоровенный. Сидушка вот на две ладошки. С левой стороны для командира. Командир, он же... Дело в том, что вы знаете, да, Что когда производится выстрел, Стоит какое-то количество газов в снаряде. И в этом самом снаряде. Потом все эти газы идут обратно. В лицо заряжающего. И после 40-50 выстрелов, Заряжающий просто терял сознание, Угарал и лежал на боевых лапах. А бой вели два человека. Командир танка, Которого не было ради. Он ставился по оде на плечи механику водителя. И давил ему на левое плечо или на правое. И ледил ему позатыл. Механик водитель, который ехал с открытым люком. Потому что ничего было не видно. Ну и с правой стороны сидел радист. Помогающий ему переключать передачи. Вот. И вот Т-34-76. Вытащили из болота. Там сохранился даже зубной порошок экипажа. Мыло там целое было. Вот. И вот. Когда я сел, почувствовал запах солярки. Спросил директора музея. Мы что его заправляем, что ли? Нет. Это вот та солярка 42-го года. И вот как-то... Ну, знаете, да, наверное, Бог все-таки есть. Он иногда нам говорит с неба чего-то. Главное не пропустить. Вот получилась песня, которая называется «Танк из болота». Я прошу прощения, там неформальная лексика вначале будет. Но вот. Александр Моисеевич Городневский сказал, что так будет правильно. Меня поцепили за оба крюка, расклеила веки дрезина. И я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И время мое побежало опять, как будто вчера заводили. И снова услышал я, ёб твою мать, и понял, что мы победили. И понял. А жить мне еще предстоит, пускай не герой-победитель. Пробитые немцами братья мои, простите меня и поймите. Простите, не смог показать мастерство красивой военной работы. И все из бригады, но лишь одного, меня сохранило болото. Не сжег меня пушки немецкой расчет. И тигр меня не искалечил. Меня не расслабил товарищ Хрущев в огромной морденовской печке. Резон здесь, конечно, отыщется свой. Ищет сегодняшним людям подарки. Вы можете запах глотнуть боевой. Мои краснозвездные солярки. Солистия, не бойтесь испачкать штаны. В крови из солярочной прели. Почувствуйте кожей дыхание войны. На чем наши деды горели. Я брошенный в землю, военный посев. Я памятник, сделавший роте. И мирная техника мчит по шоссе. Поскольку я был в том болоте. Я с пушкой, торчащую наискосок. Для вас непонятен и страшен. Соляркою пахнущий правдый кусок. Ус истории не родины нашей. Что я уцелел. Экипаж виноват. Да наша родная природа. А я танк, я убитый. Советский солдат второго военного года. Я танк, я убитый. Воскресший солдат второго военного года. Я дед твой, убитый, воскресший солдат. Второй военный год. Победа, которым я дружил уже много-много лет, которая отъезжает от Москвы на 200 километров, к Борисскому шоссе, 206 километров всего. И там вот все это находится. В Ржевской-Вязинской наступательной оборонительной операции, которая продолжалась полтора года. И там в земле лежит полтора миллиона человек, из которых полмиллиона не закопаны. Вот. И поисковики это отдельные совершенно люди. Вот. Это Сергей Сергеевич Чербинин. Извиняюсь, я просто волнуюсь, поэтому забываю. Ветеран Афганской войны, который сам себя подорвал, изминировал свое минное поле, наложил кучу мин, а потом в задумчивости, значит, оперся об одну из них щупу, об эту мину. Ну, в общем, пророк войн у него есть, но она не совсем такая, как у всех. Стеклянный класс. Но, тем не менее, он любит свою машину. Джип ездит на них, как сумасшедшие. Выдет пацанов туда, у них очень хороший варик. Ну, и вот, знаете, поисковые работы, это вещь гораздо более крутая, чем любое казино. И все остальные азартные игры вместе взятые. Потому что, когда ты лопатой начинаешь углубляться в нашу историю, а война там на глубине 80 сантиметров. И ты не знаешь, что ты сейчас выкопаешь. Я один раз, мне повезло, я выкопал бойца совершенно случайно. Вот просто шел, тыкал, щипал. Я-то со мной шел ветеран их мироводвижения, которому было 24 года. Вот. И он смотрел на меня, дяде нечего делать, ну и тыкал, ладно. Тыкай. Я тыкал, тыкал. Ну, что там? Он говорит, да, вот, шебуршать должно что-то. Я говорю, ну, лучше шебуршить. Говорит, ну, тогда копай. Ну, я говорю, ну, давай. Начал копать. Вот. И вот, где-то сантиметров на 50 прокопал. И что-то он говорит, подожди, это похоже кость. Как он эту кость увидел, что-то узнает. Действительно кости. Чья это кость неизвестна? Корова, собака, человек, непонятно. Но я, говорит, пойду, на всякий случай, за археологией. Археология – это набор всяких скребков, которыми уже конкретно выкапывается каждая косточка. Вот. Подошел второй ветеран, которому было 14 лет такого роста. Стал внимательно наблюдать, как взрослый дядя сходит с ума. Вот. И тут я вытащил ребро. Вот. Он взял это ребро. И тут набежало еще человек 5 этих самых специалистов. Вот. И когда я подцепил лопатой шине с грудной клеткой, они меня оттуда... Иди, говорит, вот ты уже все сделал. Спасибо, товарищ бульдозер, ты стой рядом. Мы сейчас все сделаем, как положено. Вот. И откопали мы бойца, у которого лучше нет валенки. Когда валенки стали откапывать, он говорит, внимание, сейчас где-то у них в валенках лежат все их богатства. Потому что у них не было вещь... У них не было этих самых... Вот. Мешков специальных каких-то, у них не было плавшей, а так у них просто были валенки. Да, дорогие друзья, я извиняюсь, прошу, если можно звук телефона выключить, а то я слава забываю. Вот. И вот в валенках, значит... Да, и еще один момент такой характерный. Поисковый отряд «Победа» Чербинина выкапывает каждый год по несколько сотен человек. А жетонов у них смертных вот этих 10-15 штук всего на всех. А прочитать удается один или два все. Потому что все это, сами понимаете, завинтили и развинтили. Вот. И вот мне этот человек, который стоял сбоку, говорит, подожди, ты особо не махи лопатой. Не маши лопатой, значит, там сейчас похожий мунштук. То есть он даже не думал, что это будет жетон, вытащили, а там жетон настоящий, нога-то, капсула эта, эбонитовая, знаете. У всех задрожали руки, ноги, значит, у меня вот это... Я чуть не потерял сознание, значит, от вот этого всего хозяйства. Вот. Развинтили. Знаете, что там было? Там было перышко. Перышко было. Знаете, не проливайте. У нас, помните, учили писать перышко, макаешь, чернинется и пишешь. То есть человек ставил свою жизнь выше, чем слова, которые он писал. Видимо, это был какой-то писарь. У него еще была расческа, в которой ни один зуб не был сломан. Вот. Я все это в рамочку провещал на стенку. Жетон этот, медальон, прошу прощения. И эту расческу. Вот. Ну и вот. Причем все это находится рядом с нами, буквально 200 километров по хорошей дороге. Дальше 200 метров лево-вправо. Вот. И вот. Вот это все вот. Вот мы стоим практически на шоссе Москва-Рига. Извините, что я так долго, но я думаю, вам это будет... А? Под Зубцовым. Под Зубцовым, да. Под Зубцов. Ну и у них нормальные пацаны. У них своя культура, у них свой порядок. Серега их гоняет там, чтобы все вставали, чтобы палатку зашнуровывали. Убирали за собой. У них своя культура, у них свои легенды. Вот, говорит, мы однажды копали осенью, летит стая журавлей, а мы выкопали воронку, в которой было 27 человек. Санитарное захоронение, так называемое. И вот журавли остановились и стали кружиться. Мы посчитали 27 журавлей. И мы пока их все в мешки не упаковали, они летали и кричали воронами. Потом, когда мы мешок последним закрутили, они развернулись и полетели дальше по своим делам. А еще один из мальчишек мне рассказывал. Я говорю, у них владель в одном месте, а копают в другом. Вот мы, я говорю, ночью сплю, мне снится, что возле березки рядом стоит. Возле березки стоит борец с винтовкой. Говорит, я вот здесь лежу, копни. Я здесь рядом. Он утром встал, еще зубы не почистил, взял лопатку, копнул. Там каски лежат. Ну и все такое. И вот такая песня получилась. Я ее не сам, конечно, написал. Это мне сверху подликтовали слова. Я успел записать то, что мне было понятно. А он мне снился третий день. Вернее, снился третью ночь. Сперва я думал, трепетень. И отгонял виденья прочь. Но в свете утренней зари, плеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил. Ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляга, вещь, мешок. И две грамоты, РГД. Сосенки, ствол, карандашом. А возле них мой юный дед, пропавший в две звести войну. Пробелом между страшных строк. Ко мне ладони протянул. Ты откопай меня, сынок. Мне Бог послал хороший день. И электричку, и такси, и взгляды сонные людей. Помилуй Божий и спаси. И я как будто бы здесь жил. Узнал окопчик под сосной. И вновь ночные миражи. Сплемись виденье одно. Из старой каски рваный бок. Полезыю за скрежетал. И в руку мне подземный ток. Потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин. И я почуял боя злость. Ведь этих трассеров огней. Меня пронзившие насквозь. И замер ветер выше мне. И время злое прервало бег. И я услышал, как ко мне Подходит сзади человек. Латон кладет мне на плечо. И обернуться я не смог. И налетело горячо. Спаси Господь тебя, сынок. Поиски потерянной памяти. Поиски потерянной жизни. Слишком непростое занятие. Если это дело всерьез. Но страны расстелены скатерти. Снова кровь, пролитая в брызле. Выдержишь ли ты испытания? Сам себе ответь на вопрос. Сам себе ответь на вопрос. Спасибо Господь тебя, сынок. Моя сейчас подходит к концу. Я спою сейчас несколько песенок. Крайние. Очень все грустно, конечно. Настоящие, да? Да, сейчас пою. Ну, дорогие друзья. Каждый из вас проходил замечательное звание воинские. Поднимите руку, полковник, пожалуйста. Кто у нас полковник? Есть? А майоры есть? Есть. Все есть, да? Майор есть, да? Ну вот, любимая моя песня. Значит, была написана в 1900. В 89-м году. Жаркое, жаркое, московское лето. Большое белое здание на Арбате. Улица Арбат прикольная. С одной стороны Министерство обороны, с другой стороны Министерство национального игру. Посередине Арбата. А кто хоть раз в жизни рисовал карты командира полка? Душью рисовали, да? Понятно. Ну вот, посвящается этим товарищам. Вы же знаете, да, что правильно нарисованная карта это основа победы в любом общевойсковом, воздушно-десантном, в любом остальном поле. Брюшторной крысы. Брюшторной крысы будут раздавать сам. Если можно помочь, значит, вот давайте вот так со мной вместе. Хлопаем. Вот моё стоит и хулик, К небу дым идёт столбом, Ни от скуки, ни от дули, Ни за тем, что дуб дубом. Не спеши его напрасно, Раздевая, называй. Карту важности ужасной Должен сейчас он рисовать. Ну вот, моё стоит и хулик, К небу дым идёт столбом, Ну, быстрей, немножко возникло. Хейл, селесты, как надо, Напись правильный на нот, Не пробудься немцы, крады, И на мельканец звёз. Он не дрогнет, не спасует, Крептенько, броня почти. Смело яйца он рисует, И различные значки. Вот моё стоит и хулик, К небу дым идёт столбом, Ну, знаете, что яйца — это не то, что вы подумали, Кулачная карта, означающая ископление мозга и кеплику. А-а-а, вокруг бурлит столица, Пиво, пиво — простой народ, И в коротких юбках лица Холят, бродят взад-вперёд. Пиво крутится, Пиво крутится в киношках, А в шашлычных шашлыки. А вот его ждут козьи носки, Патальоны и полки. Вот моё стоит и хулик, К небу дым идёт столбом, Последний бубль. Бравурный. Катератический. Знаете, штаты и китайцы, И анзюсы на то лезь, Стрелы грозные и китайцы, Можем мы всегда на ней. Мирный друг спасём и счастье, И врагов всех победить. Коль японский нам фломастер, Так на всех хотят один. Вот моё стоит и хулик, Вот моё стоит и хулик, Вот моё стоит и хулик, К небу дым идёт столбом, О, ва-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. О-у-ю-ю-ю-ю. Спасибо. В далеком, прекрасном 2018 году меня, мой начальник отправил на диспенсеризацию. Кто знает, что такое диспенсеризация? Поднимите руку, пожалуйста. Не, но каждый день отправляли. Правильно. Это испытание для психостойкости, да, на психозависимость, дорогие друзья. То, что там делают с нами в поликлиниках наши замечательные врачи, это такое, я говорю, испытание на стойкость, морально. Я приехал туда с баночкой, мне сказали, что у нас баночка, в которой жёлтая жидкость. Я взял баночку, встал в очередь. В конце очереди мне сказали, что нужно ещё взять бумажку в той очереди. Я встал в ту очередь, взял бумажку, опять встал в ту очередь, в баночке с бумажкой. Когда я подошёл к концу очереди, мне сказали, что уже 10 часов, 12 минут, и мы работаем до 10. Иди, лейтенант, отсюда нафиг, приходи за авто. И, в общем, происходило со мной последующие события, которые настолько сильно воздействовали мою неокрепшую лейтенантскую психику, что прямо в троллейбусе номер 12 я начал писать вот это произведение, которое, извиняюсь, сейчас по просьбе наших замечательных ВДВшников, дорогие друзья, спою для вас на русском языке. Песня посвящается углублённым медицинским осмотром, проводимым в лечебных учреждениях Министерства обороны и нападения. Меня начальник вызвал и говорит, ты чтож, здоровье корень жизни не ценишь ни на грош. Короче, брось работу и завтрак 9 дней, охота не охота в больницу подойти. Моя сестрица выдает огромный лист, бог весь исписан герматолог окулист. Будь мой долг, долг и тернист, можно держись-то филококк и яйца в лист. Толпится и томится в очередях ворот, куда идти стремиться, никто не разберёт. Но пусть он-то боляшик на полторы версты, а процеду разешит. А мне уйти к листы и крепко зажимаю свой огромный лист. Ох, не забыть бы термотор, как окулист. Но упорен буду я, их всех пройду, профилактику себе произведу. Вот дверь достиг на йогнув, но так стоять устал, а там суровый доктор. А муха, давай мне кал, бросаюсь в туалет. Но тазик мой он чист, или просто калу нету, или держит хитрый лист. Анализ не выходит, вдобавок слышу я, эй, ВКГ подходит, там очередь твоя. Но тут сосед на фалке, мне своё суют, людям, как кого не жалко, давай сдавай моё. Я пеку зажав, в зубах огромный лист, и мелькает термотолог окулист. И кричат мне, как с трибун, давай скорей, и занятых со вчера от чередей. Вот баночку сжимая, на чей-то крик даху, но тётка не пускает крыть, а дед хрим паху. Штаны стидаю быстро, и теперь скорее шмых, а там два окулиста. Ох, ну ты даёшь, мужик, вновь по лестнице, пеку бледней стены, злотный враг унёс ботинки и штаны. Но зато я знаю точно, окулист не перебил, без парточных яйцах лист. Но без штанов, без лед, я бегал всех врачей, пускай там в кабинетах запутал всех дечей. Проверил зуб у лора, и ухи ВКГ, и долгодерматолог. Ширял пакей на дед, но этим медикам я всё-таки отомстил. Слуховальный по больнице распустил. Мол, дадись к терапевту, а всё равно. Пациент пущает, заходит без штанов. Сейчас конец уже будет. Короче, вот что, братцы, сказать мне нужно здесь. Здесь пальцы резоваться, и это вам не кашу есть. Пускай там уверяют, мол, зубы, ухи, класс. Нет, нервы проверяют. Там в основном у нас сплю. И снится мне огромный белый лист. Снится мне сексопоток, как у лист. Снится я эту душу и телом чист. А сзади жрёт на ней огромный яйцек лист. Дорогие друзья, крайние две песни я спою. В том, что ещё у нас есть выступающий, замечательный наш Александр Корнецов. Вот за моей спиной, вы видите, висит замечательная баня. Вот здесь замечательно сидит девушка, наша Катюша. Аплодисменты ей. Пресс-секретарь Совет Десантников России. Мы начинаем фестиваль «За Россию Десантников» с песна. 26 октября в 13 часов в Центральном музее вооружённых сил. И мы приглашаем всех на открытие бесплатно. Большой зал там киноконцертный. Будем выступать. Будет там Борис Александрович Вастротин, будет руководство Союза Десантников. Самое главное, что приезжает очень много делегаций со всей Московской области. Будут нам показывать свои песни. Фестиваль будет идти целый год. Ежемесячно будут концерты проходить в Москве. Ну и я хочу эту песню посвятить десантникам, которые здесь находятся. Лучшие люди, лучшие воины нашей страны, которые доказали, доказывают и будут доказывать, что самые лучшие воины – те, кто говорят и думают на их языке. Пусть с экранов ползут миражи, Пусть туманит сознание ложь, Ты достойно России служил, Ты достойно в России живёшь, Ты рубеж свой не сдашь никогда, Что проходит по сердцу у нас. И демиз настоящих солдат За Россию десант и спецназ. Дел не сделанных, льётся вода, В ней самим нам разыстивать брод. Пусть востротен опять, как тогда, Нас ведёт за собою вперёд. Выбор сделан десантной судьбы, Ты спокойная жизнь, прощай, Мы без взрывов сейчас, без стрельбы, Продолжаем свой дом защищать. Будут ветер и снег и тревога, Будут новых побед адреса Тем, кто выбрал однажды дорогу Под названием «Русский десант». Под названием «Русский десант». На земле, в небесах и в воде Будем точно врагу отвечать. Пусть мелодии сделанных дел Над страною высоко звучат Те слова, что пришли на тропе, Где свистел боевой металл, Те, что бой тебе в сердце напел, Что в огне АКС прочитал. Пусть ты форму не носишь давно, Но горит нашей веры свеча Своей нотой ритмой страной. Продолжаешь за Русь отвечать, Продолжаешь в атаку идти, Понимая, никто кроме нас Нам с тобой, браток, по пути За Россию десант и спецназ Нам с тобой, браток, по пути За Россию десант и спецназ Будут ветер и снег и тревога Будут новых побед адреса Тем, кто выбрал однажды дорогу Под названием «Руський десант» Тем, кто выбрал однажды дорогу Под названием «Саверский десант» И хочу перед выступлением Александра Карпина Спеть песню, которую посвящаю ему Персонально Саш Минаеву, всем Игру Морозову. Ну, я не буду кривляться, я скажу честно, что я штабная крыса Воевал я в основном компьютером, руками, с карандашом Вот, но вот эти песни, которые написаны этими людьми Это настоящая жизнь Не зря американцы платят гораздо больше денег Если два есть артиста Тому артисту, который по-настоящему воевал Который по-настоящему водил машину А потом уже начал писать какие-то песни Наш фестиваль продолжается Песня называется «Военный автор» Всполнитель Он битару, как автомат Носит стволом вниз Он железные струны ее Сдергивает, как затвор Он на сцену идет так Будто идет в бой И, прищурившись, смотрит в зал Словно в нем ищет цель Он всегда начинает петь Тихо и не спеша Он не любит лишних идей Прыжки временных звуков и нот Он подходит к главным словам Не ускоряя шаг Через оговор мимных полей Через трясиный брод И, как вырванную чеку Первый берет такой И бросает мелодию вниз На боевой курс И слова попадают в цель Точно и далеко Пробивая на вылет лжи Крашеную доску Автору, исполнителю Военного репертуара Ночью в 03.14 Входит его судьба Лампочки усилителей Нашей колонны фары И выражения нужды Чиркают по губам И ведет он замерзший зал Через замерзший салан И в Тойоту, где духовский груз Всаживая свою злость И на Прохоровской стерме Гасит горящий танк И бинтует плечо пацану Простреленному насквозь И, не видя уже берегов Он тонет в черной воде Наблюдая в своих ночах Черно-белые сны И он судит своих врагов По законам людей И он судит своих друзей По законам войны А когда он закончит бой И гитару опустит вниз И последняя очередь нот Рикошетом уйдет в облака Он вернется с войны домой Тихо скажет Ну все хорошо Жилкой сдувшейся голубой На ободранных в кровь руках На ободранных в кровь руках Автор-исполнитель военного репертуара Ночью в 02.14 входит его судьба Лампочки усилителей Лампочки усилителей Словно колонны фары И выражения нужные Чиркают по колбам Чиркают по колбам Аплодисменты Удивительно Аплодисменты Мечица, я рёт по ТВ на враньё. Дорогое моё отечество, ты похожа уже не моё. Вы по паспорту русские вроде бы. Непонятно, друзья, для меня, как же внучки защитников Родины не пугаются храма сквернеть. А вокруг них толпа разномастная, кто чирикит в ней, кто жужжит. За счёт дела товарища Апласова всё же жив. И он всё же жив. Юра, мы это не напишем. Недожаренные девки, пребывающие в теле, приготовили попевки, на башки трусы надели. И в косолых разноцветных, как увидишь, полный мрак, их носовые куплеты с алтаря пошли орать. Вот такая, братцы, штучка, ради славы этой мутной. В Божий храм полезли кучкой, церковь с церком перепутав. Наплевать им на законы, им на жизнь наплевать. По попсовому закону, наплевать на Божью мать. Если курят и бухают, целый день, неделю, месяц. Если мозга не хватает, написать хороших песен. Все секреты, оно известен. Знают Штаты и Европа. Нам не надо больше песен. Мы покажем свою спину. Если жизнь твоя болота, Незначительно дой, А работать не охота, А охота быть звездой. Есть секрет хорошей братцы, Он спасет родную речь. Надо как-то выделяться, Чтоб к вниманию привлечь. Шуба-дуба, хали-гали, Поражается народ. Девки наши, Жар удалей. Вот вам новый поворот. Извините. Друзья, я тико извиняюсь, Я просто очень обрадовался, Что пришло столько замечательных людей, И как начал петь, Как начал петь, И кошмар. Друзья, сейчас я приглашаю на сцену Замечательного человека, Настоящего поэта, То есть человек, который без гитары, Без всяких музыкальных инструментов Может сделать так, Чтоб наша с вами душа Рулетит туда, Где она должна быть, На небо, Высоко-вусоко. Александр Карпенко, Друзья, Наш классик. Настоящий классик. Так, наоборот.